Убеждения. Что это такое? Как они влияют на нашу жизнь? Помогают они нам в жизни? Или наоборот мешают нам в жизни? С этими вопросами мы разберемся подробно. Меня зовут Александр Тен, и я знаю все про убеждения. Давайте разбираться подробно в этом видео. Поехали! И в первую очередь важно разобраться, а что такое убеждение? Какое есть определение у слова убеждение? В первую очередь убеждение – это то, во что мы верим. Это та информация, которая когда-то попала к нам в голову, и она настолько закрепилась у нас в голове, что просто так ее не выветришь. То есть простыми словами – это то, во что мы верим. И, как правило, я рисую это таким образом. Есть какая-то определенная коробочка у нас в голове, и в эту коробочку извне попадает любая информация. Причем мы находимся в таком информационном поле, что каждую секунду вокруг нас что-то происходит. И вся эта информация сваливается к нам в голову. Я повторюсь, извне. Это могут быть другие люди, это может быть сообщество людей, это может быть СМИ, это может быть интернет и так далее. И вот эта информация у нас уплотняется в голове, таким образом формируется наш внутренний диалог. Наш внутренний диалог. То есть, другими словами, внутренний диалог – это есть уровень убеждения, то, во что мы верим. Например, наше имя – это тоже убеждение, которое когда-то, например, от наших родителей, потом детский сад, школа, много раз попадала эта информация к нам в голову и утрамбовалась настолько, что у нас появился внутренний диалог, что наше имя – это тоже уровень убеждения. Это, возможно, сложно на восприятии, но это действительно так. И у нас есть убеждения по поводу абсолютно любых вопросов. Например, в Африке как? И обычно люди отвечают, что в Африке жарко, или в Африке негры, или в Африке еще что-то. Вопрос, кто был в Африке, очень мало, кто был в Африке. Поэтому у нас есть убеждения абсолютно по поводу любых вопросов. И отсюда вывод, что убеждения – это не всегда наш собственный опыт. Убеждения могут закрепляться через чужой опыт, через наше наблюдение за другими людьми. Мы увидели, что с человеком произошла какая-то ситуация, и мы сделали вывод, что, например, если он обжегся на костре, что огонь – это опасно. И я повторюсь, что у нас есть информация по поводу любых вопросов. И давайте дальше продолжим немножко в русле денег. Давайте посмотрим, какие убеждения у нас формированы по поводу денег. Какие убеждения по поводу денег формировались у нас в детстве? Родителями, школой, институт. Я из своего детства помню, что деньги – это зло. Деньги – это сложно. Легальным путем в России заработать 100 тысяч рублей невозможно. Если ты зарабатываешь 100, то, соответственно, ты либо воруешь, либо криминал, либо преступление и так далее. Соответственно, здесь важно разобраться, какие убеждения загружены в вашу голову извне сообществом, в том числе родителями, школой, институтом по отношению к деньгам. И если для вас деньги – это сложно, деньги – это зло, деньги – это не для меня, деньги – это преступление, деньги – это криминал, большие деньги – невозможно. Вопрос, какой будет результат? Почему? Потому что внутренний диалог вызывает наше состояние. Наше состояние вызывает уровень действий и уровень действий вызывает результат. Здесь важно разобраться, как ваше убеждение влияет на ваши результаты, как ваш внутренний диалог влияет на ваши результаты. Но если у вас в голове внутренний диалог по отношению к деньгам, что деньги это легко любой бизнес запускается таким образом деньги это возможности деньги это быстро деньги это просто вопрос какой у вас будет состояние деньги делать вот таким образом вопрос как вы будете запускать например бизнес без стартового капитала как вы будете запускать какие-то определенные проекты вопрос какие у вас будут действия направлены на уровень возможностей если деньги это просто то окей как найти эти деньги как срастить как познакомиться с человеком который может помочь заработать деньги вопрос какой будет результат у каждого человека в голове есть негативные убеждения и позитивные убеждения убеждения ограничивающие убеждения расширяющие и если вы хотите максимум получить результатов своей жизни неважно в каких областях семья отношения деньги бизнес инвестиции здоровье взаимоотношения мужчина женщина взаимоотношения родители дети то ваша задача начинать вот с этого внутреннего диалога а что вы на самом деле думаете по этому поводу потому что есть например другие люди которых уровень убеждения что деньги это легко и даже если мы посмотрим как они достигают своих результатов как они зарабатывают эти деньги но у нас будет внутренний диалог что деньги это сложно то мы можем делать те же самые действия но у нас не получится такой же результат почему потому что мы убеждены что это невозможно это нереально это невозможно сделать поэтому очень важно разобраться с вашим уровнем убеждения какие убеждения у вас в голове они расширяющие или они ограничивающие они смотрят сторону возможности заработать денег при умножить денег создать капитал или деньги это сложно это проблемы это криминал это воровство и так далее поэтому именно от убеждений зависит ваш результат загружайте себя позитивными убеждениями загружайте себя расширяющими убеждениями и результат вас не заставит долго ждать в этом видео я хотел поделиться что такое убеждение как убеждение влияет на наш результат спасибо вам за то что вы всегда со мной за то что вы смотрите мои ролики за то чтобы комментируйте мои ролики оставляйте отзывы я лично буду них отвечать использовать для вас александр тэн до скорой встречи пока пока